Игорь Викторович, 6 июня состоялся общерегиональный день приема граждан. С какими проблемами шли ахтубинцы? 6 июня к нам обратились две гражданки села Успенка. Они обратились с просьбой оказать им материальную помощь. Одна обратилась с просьбой оказать материальную 50 тысяч, потому что она живет в стесненных условиях, пенсии у нее 8,5 тысяч. А поскольку в селе Успенка отопление электрическое, то им просто не хватает денег даже в зимний период заплатить за отопление. Администрация Ахтубинского района не располагает денежными средствами для того, чтобы оказывать адресную помощь жителям. Для этого у нас есть служба социальной поддержки. И мы их направили туда. Также они обратились на уровень губернатора. В этот день проходило видео прием граждан, управление по обращениям граждан Астраханской области. И мы им предложили обратиться непосредственно в администрацию губернатора. Что они и сделали. Вопросы были одинаковые. Именно оказание материальной помощи. Как сейчас обстоит ситуация с водоснабжением Ахтубинского района? В настоящий момент мы улучшили значительное водоснабжение относительно того, что было в начале мая. Как вы знаете, у нас несколько дней села Южного куста особенно находились без воды. Были постоянные проблемы в копиаре с водой. В настоящий момент ситуация лучше. Не скажу, что она на все 100 идеальная. Но по южным селам сейчас введен график подачи воды. То есть сокрутовка, золотуха, пироговка и удачные получают воду с 6 до 10 часов дня. А также с 6 вечера до 10 вечера. Сейчас уже проведена пайка 3 километров трубы диаметром 250 за Болхунами. В районе так называемого хутора Золин. И эта труба уже подключена к магистральному водопроводу. Вода через нее проходит. Если вы знаете, то вчера у нас было отключение воды на сутки. Это было связано с тем, что мы меняли трубу диаметром 315 от Батаевки до Батаевской балки. С проходом через Батаевскую балку. Это потребовало отключения воды на южное направление. И вот сегодня только планировали в 6 утра запустить воду, но запустили в 7 утра. И сейчас водоснабжение по южным селам налаживается. На следующей неделе мы подключим еще один участок. Он уже готов. Просто мы не стали подключать сразу два участка. Из-за того, что тогда бы пришлось останавливать водоснабжение на 2-3 суток. Что неприемлемо в нашем жарком климате. Поэтому второй участок это около Николаевки. Проходит он через Николаевскую балку и идет к селу Николаевка. Мы будем подключать на следующей неделе. Хотелось бы добавить еще по Копьяру. В настоящий момент жители Копьяра могут видеть. Там подвозят трубу. Уже привезли 3 километра. И приступили к ее пайке. Это будет проведен центральный водопровод. Уже по селу Копьяр. Что позволит нам снизить напряженность. Сейчас из-за того, что та труба, к которой подключен новый водопровод со стороны Знаменска, она находится в аварийном состоянии. И дать полное давление, в полную мощность, чтобы труба из Знаменска работала, мы не можем. В связи с этим проводятся работы по прокладке нового водопровода. По верху Копьяра. И это позволит нам снять полностью проблему водоснабжения Копьяра. Как вы считаете, когда ситуация с водоснабжением будет на все 100, как вы говорите? На все 100 это потребует еще несколько лет капитальных вложений. Почему? Потому что, объясню, это не пессимизм, а реализм. В настоящий момент мы проводим активную работу по реконструкции магистральных водопроводов. С помощью регионального правительства, в лице вице-губернатора Султанова Расула Джанбековича. Этот вопрос также держится на контроле губернатором Александром Александровичем Жилкиным. И магистральный водопровод мы в этом году отремонтируем примерно на 80-90%. Останутся у нас участки, которые нужно будет еще ремонтировать. Если ехать в северном направлении, в южном направлении полностью закроем. Там направление на север, там за покровкой есть небольшие участки. Но это мы уже будем закладывать в бюджет следующего года, денежные средства, и реконструировать собственными силами. Если область поможет, то еще, то мы будем только рады. Следующий этап после реконструкции, когда у нас снизятся потери до нормативов. Сейчас у нас потери огромные, около 70%, точнее это были. Мы же уже отремонтировали значительную часть повреждений, но были потери около 70%. После того, как мы снизим потери до нормативных, мы будем вкладывать денежные средства, а это уже следующий этап, вы говорите на 100%. Следующий этап это в оборудование насосное, которое находится на станциях подкачки, на основной станции. Это позволит снизить энергозатраты, которые сейчас огромны, также в разы. И позволит выйти уже предприятию, которое подает вводы в Ахтубинский район, на уровень окупаемости, а возможно даже прибыльности. Это вот у нас такая перспектива на ближайшие, думаю, 5 лет, как минимум. Исходя из той практики, когда вы встречаетесь с населением сел, сопровождает вас министр ЖКХ и строительства, наш куратор Ахтубинского района. Вот насколько его присутствие помогает решать задачи? Насколько заинтересован министр в том, чтобы в Ахтубинском районе ситуация, в частности, с водоснабжением нормализовалась? Он практически здесь живет в последнее время. Ну, как бы, немножко шутка, но он бывает здесь каждую неделю, а иногда 2-3 раза в неделю. Когда велся в водопроводку из Знаменска в Копьяр, он в самом начале, несколько дней здесь даже жил, чтобы организовать работу, помочь с организацией. Вот. То есть он оказывает всяческую поддержку. И когда мы приезжаем в село, если какие-то вопросы возникают, вот, регионального уровня или взаимодействия, например, с энергетиками, да, то эти вопросы по его звонку решаются практически вот мгновенно, скажем так, или находятся пути их решения. То есть его присутствие позволяет решать вопросы, которые бы с нашей перепиской, да, вот этими бюрократическими нюансами решались бы неделями. Эти вопросы решаются в течение 2-3 дней. Буквально вчера съемочная группа сопровождала вас, когда вы объезжали села Северного Куста. С какими тоже проблемами сталкивались и какие вопросы волнуют сельчан? Вчера я ездил скорее не по селам, а по школам. Сейчас подходит к завершению уже учебный год. Заканчивается единый государственный экзамен. Проходит он, скажем так, в какой-то мере сложно. Связано это с тем, что в связи с требованиями нашего законодательства руководители приема экзамена ЕГЭ узнают о том, где он будет, человек этот узнает о том, где он будет принимать экзамен за сутки до назначенного экзамена. И вот у нас из Болхун едут на Верхний Баскунчак учителя, чтобы принимать экзамен. Из Николаевки может поехать в Ахтубинск принимать экзамен. То есть очень сложные вопросы логистики. Дело в том, что за прошлый год мы списали большое количество школьных автобусов. И с транспортом есть определенные трудности, чтобы организовать переезд как учителя, так и школьников для сдачи экзамена. Ну, экзамены, я считаю, проходят успешно. В итоге все равно экзамены проходят успешно. Я сейчас встречаюсь еще с руководителями школ. Из-за того, что поскольку учебный год заканчивается, необходимо проводить какие-то ремонты, какие-то работы на перспективу. Уже прошло два совещания по вопросу подготовки к зиме учебных учреждений. Поскольку этот вопрос, как правило, больной и он возникает тогда, когда полетел снег. Сейчас стараемся снять напряженность. В бюджете выделили 4,5 миллиона изыскиваемых средств для того, чтобы либо отремонтировать, либо реконструировать текущие объекты теплоснабжения, которые относятся к школам. Для того, чтобы они не дали сбой в зимний период. Практически по каждой школе есть вопросы, как по ремонту, как по капитальному. По текущему ремонту я даже оставляю. Текущий ремонт это везде. Капитальный ремонт требуют все школы Ахтубинского района. Абсолютно все. Для подготовки к зиме вы бы увидели 4,5 миллиона. Хотя необходимо для того, чтобы подготовить идеально все школы 33 миллиона. Для того, чтобы капитально отремонтировать школы, только крыши, отмостки, фундаменты необходимо 66 миллионов рублей. Сейчас в связи с требованиями законодательства необходимо, чтобы у каждой школы был отремонтированный забор. Чтобы никто не имел доступ до ограждения, чтобы посторонние лица не имели доступа к школьным учреждениям. Этот вопрос требует решения немедленного, но на него нужно 18 миллионов рублей. Во всех школах требуется замена окон. Поскольку школы, как правило, 70-80-х годов постройки, рамы рассохлись, стекла выпадают. Директора боятся, грубо говоря, порой в ветреную погоду боятся за то, что стекла начнут просто высыпаться из окон. К сожалению, с 2013 года капитальных ремонтов не было ни в одной школе района. Просто не было финансовых средств. Сейчас мы оцениваем ситуацию по каждой школе индивидуально. Оцениваем ситуацию, составляем план, как мы будем действовать по капитальному ремонту этих школ. Начнем с крыш, окон и так далее. Да, конечно, сумма немаленькая. Обращаемся к руководству области за помощью. И оно идет навстречу. Как вы знаете, в копьяре, в сокрутовке было принято решение по ремонту крыши. В копьяре принято решение по ремонту крыши, отмостки, гидроизоляции фундамента. При помощи, опять же, правительства Астраханской области. Султана Расул Джанбековича и Жилкина Александра Александровича. То есть они активно сейчас участвуют в жизни Ахтубинского района. Оказывают всесторонную помощь. На встрече в поселке Верхний Бускунчак озвучивали вот эти все цифры. Потому что там собралось очень много педагогов, заинтересованных лиц. Это действительно очень большие деньги. Ну вот какие источники финансирования вы еще можете привлечь, кроме того, что обращаетесь за помощью в область? Потому что в районе наверняка таких денег нет. В районе таких денег нет. В настоящий момент 80, а то и 90 процентов денежных средств, которые у нас идут на школьные учреждения, они идут на зарплату. Оставшиеся 10 – это коммуналка. И вот из этих денег выкручиваются школы, как-то пытаются делать ремонт. Сейчас у нас реализуется база лесная, объявлен аукцион на 13 число. Стартовая цена 22 миллиона 600. После его реализации все эти денежные средства, в большей части, скажем так, денежные средства пойдут именно на капитальные ремонты школы на подготовку к зиме. Это собственные средства. Также мы сейчас ведем активную работу по земле, по наведению порядка с арендной платой. К сожалению, в районе огромное количество предпринимателей, которые работают с землей, считают возможным, грубо говоря, не заключая договор аренды, распахать участок и сажать, получать с этого прибыль. Уже сталкивались с этим. То есть активно привлекаем. Прокуратура активно с нами работает. Не привлекаем, а именно активно работает с нами. В плане того, чтобы выявление нарушителей законодательства. И работе с ними. Для того, чтобы они возмещали ущерб, который они реально приносят Ахтубинскому району. Ну и есть, к сожалению, те, кто считает, что он хозяин земли, даже арендованный. Хозяином земли является житель Ахтубинского района. Поэтому сейчас мы ведем активную работу по упорядочиванию именно оборота земли в Ахтубинском районе. Чтобы не было таких проблем, когда человек не платит за то, что пользуется. Если он идет за хлебом в магазин, он должен платить. Это точно такой же хлеб жителей Ахтубинского района. Какие еще приоритетные задачи на ближайшее время вы ставите перед собой? Их решение точнее. Очень важный вопрос, особенно в Копьяре, как вы знаете. Сейчас ведется активная работа по передаче этой дороги, которая проходит через Копьяр, на региональный уровень. Денежные мы средства выделили на улицу Победы, которая идет к школе. Хотя я слышал активные возражения по поводу того, что считается, что она будет в хорошем состоянии. Для Копьяры это действительно хорошее состояние, но там очень много проблемных участков. И я хочу, чтобы дети, которые едут в школу, хотя бы вот эти несколько километров доезжали по ровной дороге. Также там находится фельдшерский пункт, больница Копьяра. На этой же самой дороге. И больные, чтобы приезжали туда. Да, я согласен, улица Советская в уничтоженном состоянии. Реально там, как после бомбежки. На нее мы выделили 2 миллиона 700. Аукцион будет объявлен где-то через 2-3 недели на ремонт этой дороги. Ну, это еще займет где-то, ну, к сожалению, дней 60. У нас законодательство такое, что мы можем только выполнять работу по аукциону. В связи с этим только к концу августа будет отремонтировано и то только 350 метров этой дороги. Но я верю в то, что мы успеем за 2 месяца передать ее на региональный уровень. Тогда будут уже в сентябре вложены деньги, ну, как пообещали, уже в сентябре будут вложены деньги региональные для ремонта этой дороги. Также будет проведен ремонт дороги в Болхунах. Вот, там договоренности есть. Это непосредственно по селу. Проведем мы ее сейчас в этом году щебнем, то есть отсыпем щебеночное полотно. И на следующий год будем разрабатывать проект для того, чтобы у нас за счет региональных денег можно было положить асфальт. Чтобы уже проблему Болхунах закрыть в этом и следующем году. Вот министр жилищно-коммунального хозяйства на встрече с населением говорил, что надо участвовать в программах. И не только в региональных, но и в федеральных. В частности, по строительству дорог. Вот обводная дорога там в Батаевке, ее можно построить. Вот насколько главы поселений активны в этом вопросе? Да, действительно существует огромное количество федеральных, региональных программ. Но они все имеют одно составляющее. Обязательно финансирование из местного, софинансирование из местного бюджета. А зачастую необходимо сначала профинансировать программу, а потом получить денежные средства из регионального или федерального бюджета. Даже хочу сказать, нам уже неоднократно предлагали профинансировать строительство школы в Ахтубинске. Вы знаете, что у нас на семи ветрах есть такая проблема. Большое количество молодых семей приходится возить детей в первую школу, в четвертую школу с семи ветров, в шестую школу. Как правило, в эти школы с семи ветров ездят дети. Есть предложения по строительству школы на семи ветрах. Но помимо того, что там пока еще земельный участок не оформлен, он не передан, насколько я знаю, на уровень города. Помимо этого, школа стоит около 200 миллионов рублей вся, а районному бюджету найти нужно 30 миллионов рублей. Для сравнения, можно сравнить, это полностью подготовка наших учебных учреждений к зиме, такая капитальная. То есть, в настоящий момент у Ахтубинского района нет таких средств. Но в более мелких программах мы участвуем. На 2019 или 2020 год мы закладывать будем 4,5 миллиона рублей для участия в программе по строительству спортивной площадки. Она будет размещена, скорее всего, либо в пятой школе, либо мы еще подумаем, где ее разместить. Это нужно 4,5 миллиона рублей от нас. А общая сумма там порядка 25 миллионов будет вложена в спортивную площадку. Следующий вопрос – это молодые специалисты. Тоже федеральная программа. Планируем заложить на будущий год собственных средств порядка 600-700 тысяч нужно. Но сначала нужно найти 3 миллиона, чтобы войти в эту программу. Собственные средства вкладываются, как я говорил. А потом, после того, как завершено строительство дома для молодого специалиста, эти деньги возвращаются из федерального бюджета. Тоже на будущий год планируем для двух семей заложить, чтобы у нас начала двигаться очередь по молодым специалистам. Ну и другие, огромное количество программ, которые существуют, но чтобы в них попасть, нужны определенные денежные средства. Очень интересные программы есть по линии сельского хозяйства. До них мы потихоньку добираемся. Там есть программы как по реконструкции и капитальному ремонту дорог по сельским поселениям, так и программы по ремонту капитальному разводящихся теле по сельскому поселению. Но опять же, все требует собственных денег. Поэтому основная задача, которую я вижу сейчас, это повышение собираемости собственных средств. Доходы у нас несколько. Это имущество, которое можно реализовать, оптимизируя. И второй вопрос, это земля. Здесь нужно навести порядок, как хозяину, навести порядок, и чтобы люди, которые пользуются ресурсами Ахтубинского района, платили за эти ресурсы честную, справедливую цену, скажем так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!